Гитлеровское движение Гитлеровское движение Гитлеровское движение Гитлеровское движение Гитлеровское движение В основе таких построений Лежит зов крови А кровь нижайшая из абсолютов Из тех фундаментальных основ На которые полагается человек В русском языке даже идиома Есть соответствующая Дурная кровь Гитлеровское движение Это дурная кровь ударившая в голову Не случайно у Германии Во Вторую мировую войну Не было настоящих союзников Да и как они могли бы появиться С точки зрения зова крови Если итальянцы, по мнению немцев Давно выродились Сомнительными были Японцы, румыны или венгры Наш православный мыслитель 19 века Константин Леонтьев Утверждал, что Настоящее истинное братство Возможно только по духу Но никак не по крови Поэтому, говорил Леонтьев Для нас русских Ближе всего греки Но это уже Совсем другая тема Субтитры создавал DimaTorzok Упорные бои Против окруженной Под Царинградом группировки Убедили советское командование Что разгромить сходу Находившегося в кольце Противника не удастся Шестая армия Еще была полна сил И боевой дух Ее находился На обычном Высоком для вермахта Уровне Донской фронт Под командованием Генерала Константина Рокоссовского С трудом преодолевал Оборону противника 62-я и 64-я армии В Саленграде Смогли только Незначительно Улучшить свои позиции В начале декабря Стало ясно Что в загон Попал Очень крупный зверь Справиться с которым Можно только Большими усилиями И хорошо спланированной Операцией Но с другой стороны Окруженная 6-я немецкая армия С каждым днем Все более Привязывалась к земле К своим Оборонительным позициям Теряла маневренность И способность Наносить контрудары Армия Паулюса Способна была Стоять на месте И умирать Приковывая к себе Немалое число Советских дивизий Германское командование Надеялось Деблокировать И спасти 6-ю армию Создав группу Армий Дон Под командованием Фельдмаршала Эриха фон Манштейна Отражая фланговые удары Советских армий Манштейн сумел Создать ударный Танковый кулак Из 13 дивизий 520 танков По стаю Во главе Наступавших Генерал-полковника Германа Гота Операция Под названием Зимняя гроза Началась 12 декабря Из района Котельникова В 155 километрах От окруженной Группировки Войска Гота Двинулись В наступлении Еще одной Не менее важной Задачей для Манштейна Чей штаб Располагался Тогда в старой Казачьей столице Новочеркасске Было удержание Ростова-на-Дону В случае потери Которого Вермак Был бы полностью Разгромлен на юге Планы противников Были в этот период Встречными Манштейн Прорывался К Сталинграду А Красная армия Стремилась отрезать Около 800 тысяч немцев На Северном Кавказе Танкисты Гота В первые 4 дня Азартно с боями Двигались вперед Если бы 6-я армия 17-го декабря Попыталась прорваться На юго-запад Возможно Что Сталинградская битва Закончилась бы Непредсказуемым результатом 2-го декабря Итальянский физик-эмигрант Энрико Ферми В Чикаго Провел первую Управляемую ядерную реакцию Это был важнейший шаг На пути к созданию Принципиально нового оружия Атомной бомбы Генерал-полковник Юрген фон Аренем Назначен командующим Немецкой 5-й танковой армией В Тунисе Опубликована Совместная декларация Стран-антигитлеровской коалиции С осуждением Нацистской политики Истребления еврейского населения Европы 22-го декабря 10 советских бомбардировщиков В сопровождении Эскорта истабителей Совершили налет На ставку Гитлера В районе Винницы Попаданий добиться Не удалось В первой половине 1942 года Немецкий флот Потерял 21 подводную лодку Во второй половине Еще 64 После того Как союзники Получили в свое распоряжение Французские аэродромы Северной Африки Города Италии Начали подвергаться Постоянному Авиационному давлению 4 декабря Американские бомбардировщики Нанесли удар По Неаполю Главной целью налета Был итальянский флот И порт Но досталось В основном Жилым кварталам Неаполя 11 декабря 8-я британская армия Начала наступление В Ливийской пустыне В этот же день Фельдмаршал Кесселлинг Категорически потребовал От итальянского Генерального штаба Срочно доставить Африканскому корпусу Бензин Хотя бы и на подводных лодках Итальянцы Помочь не смогли И Кесселлинг Начал переброску бензина Транспортными самолетами Для планомерного Отступления На первом этапе Роммелю горючего Хватило Но Роммель Потерял веру в успех Опасался окружения И все его надежды Были связаны С быстрым отходом В Тунис Чтобы успеть Атаковать американцев До появления 8-й английской армии У границ Туниса Сильные песчаные Бори В Ливийской пустыне Фактически Остановили наступление Британцев Во второй половине Декабря А первая Американская армия После обильных дождей Забуксовала В алжирской грязи Если скажем В 1940 году Позиции Генерала Деголя В странах Магриба То есть Марокко Алжир Тунис Были откровенно Слабыми Здесь Всем заправляла Администрация Виши То теперь После высадки Союзников В Северной Африке После Откровенно Беспринципной Переориентации Лидеров Виши И после знаменитого Заявления Генерала Деголя Обращения Его К миллиону Французов Которые жили В Северной Африке Акции Деголя Пошли Резко Вверх 24 декабря 1942 Года В Алжире В результате Покушения Был убит Адмирал Дарлан Личность Во многом Противоречивая Сложная И Вне всяких Сомнений Трагическая Убийца Дарлана Молодой 20-летний Человек Фернан Банье Де Ля Шапель Был В эту же ночь В первую же ночь После покушения Судим Спешно собранным Военным Трибуналом И наутро Был казнен Загадка Этого убийства Так и осталась Неразгаданной После Смерти Адмирала Дарлана Гражданским И военным Главнокомандующим Вот такая Довольно странная Должность Была придумана Был назначен Генерал Жиро Личность Тоже Весьма Примечательная Это был Старый знакомый Деголя Под началом Которого Шарлю Деголю Довелось Некоторое время Служить И вообще Генерал Жиро Вошел в историю Второй мировой войны И приобрел Известность Как человек Который В 1940 году Бежал Из немецкого Плена Где он оказался После Военного поражения Франции Обосновался На некоторое время На юге Франции А затем На американской Подводной лодке Был Вывезен В Гибралтар В штаб Генерала Дуайта Изенхаура После Назначения Генерала Жиро Деголь Немедленно Попытался Вступить С ним В контакт Однако В той ситуации Жиро От контактов С Деголем Отказался После успешного Завершения Операции Уран И окружения Армии Павлюса Сталин Потребовал От генерального Штаба Срочно Разработать Операцию По отсечению Всех немецких Войск На Нижнем Дону И Северном Кавказе 16 декабря Войска Юго-Западного Фронта Начали наступление Несколько танковых Корпусов Разгромили Восьмую Итальянскую Армию И наспех Сколоченные Резервные Немецкие части Но развить Прорыв на Ростов Юго-Западному Фронту Не удалось Движение Движение танковых Дивизий Гота Несло 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 в себе Опасность Передовые Отряды Немцев Уже Против танковых Дивизий Гота Но и по причине Вынужденных Полетов В плохую погоду Последняя надежда Как-то снабжать Окруженную армию Исчезла После того Как 24-й Танковый корпус Генерала Василия Баданова Пройдя по тылам Врага Разгромил Опорный Аэродром Немцев В станице Тацинской И перебил Около 70 Самолетов Юнкерс 52 Манштейн Уже в середине Декабря Понял Что его операция Зимняя гроза Провалилась Что армия Павлюса В Сталинграде Обречена И что теперь Для вермахта Главное Удержать позиции На Нижнем Дону До того момента Как с Северного Кавказа Успеют отступить Войска Группы армий А Мысль Что можно оставить На произвол судьбы Целую армию Казалась Невероятной Писал немецкий Военный историк Курт Типельскирн Командующий Второй гвардейской армией Родион Яковлевич Малиновский Родился в 1898 году В Первую мировую войну В составе бригады Русской императорской армии Воевал на Западном фронте Во Франции По воспоминаниям сослуживцев Отличался храбростью И мужеством Закончил военную академию Имени Фрунзе В июне 1941 года Малиновский Произведен в генералы Командовал корпусом армии Затем Южным фронтом С которым потерпел поражение Летом 1942 года В декабрьских боях Вторая гвардейская армия Малиновского Внесла решающий вклад В разгром Ударной группировки Манштейна И не позволила пробить коридор К окруженной в Сталинграде Армии Паулюса В дальнейшем мы будем встречаться С Родионом Малиновским В качестве командующего фронтами Освобождающими Украину Румынию Венгрию И Словакию По поводу Открытия второго фронта В Европе К концу 1942 года Советский Союз Не получил никаких гарантий Черчилль правда Убеждал советского лидера В том что Правительство Великобритании Очень стремится К открытию второго фронта Но не имеет для этого Ну ровно Никакой Возможности А была ли на самом деле Какая-либо возможность Открыть второй фронт В конце 1942 года В глубоком и содержательном Исследовании Второй фронт Валентин Фалин Убеждает нас в том Что да Такая возможность У союзников была Если бы они Вместо Северной Африки Высадились в Южной Франции Где тогда вообще Не было немецких войск А французская самооборона Вряд ли бы смогла Оказать серьезное Сопротивление Союзников Была еще одна Возможность высадки Союзников В самом конце 1942 года Речь идет О Северной Норвегии Где американцы И англичане Могли бы установить Локтевую связь С самым северным Участком Советско-Германского фронта Обеспечить Беспрепятственную Проводку Конвоя в Мурманск Северным морским путем И оказывать Весомое давление На Германию Из Центральной И Северной Норвегии Но Черчилль Думал уже О другом Его волновали Проблемы Балкана И Центральной Европы Будущего влияния Советского Союза На балканские Страны Геополитика Мешала Великобритании По-настоящему Выводь С нацистской Германией Конечно С точки зрения Запада Черчилль Наверное Был прав На русским По-прежнему В одиночестве Надо было Приносить жертвы На алтарь Будущей победы Под влиянием Настоятельных Просьб Генералов Гитлер Начал склоняться К решению Вывести войска С Северного Кавказа Отступать Фюрер Не любил Может быть Под влиянием Своего опыта В Первую мировую войну Когда солдат А потом Ефрейтор Гитлер Вместе с товарищами Годами держали Окопы На Западном фронте О характере боев На Северном Кавказе Говорит Короткая запись В журнале Боевых действий 50-й Пехотной дивизии С 16 по 30 декабря 1942 года 121-й Гренадерский полк 50-й дивизии Отразил 71 атаку Противника Три из них Проводились силами До дивизии Полк потерял 22 офицера И 651 Унтер-офицера И солдата Сколько же потеряли В районе высоты Лесистой На реке Терек Наши соотечественники 71 раз Ходившие в атаку За две недели войны На одну и ту же Высоту В самом конце 42-го года 28 декабря Гермак Начал постепенный Отход Северного Кавказа В декабре Ленинградские предприятия Смогли полностью Снабжать Войска Ленинградского фронта Пулеметами Большей частью Снарядов и мин Боеприпасами Для стрелкового оружия Город получил Электроэнергию Которая в основном Использовалась на заводах И для движения трамваев Но и около 3000 жилых домов Получали на несколько часов В сутки Электрический свет Частые оттепели на севере Привели к тому Что только К 19 декабря Открылась автомобильная дорога По льду Ладожского озера 15 декабря Под руководством Командующего Ленинградским фронтом Генерала артиллерии Леонида Говорова На втором этаже Смольного Прошла штабная игра Проигрывалась Будущая операция По долгожданному Прорыву Блокады Ленинграда В декабре 1942 года На Ржевско-Вяземском выступе Продолжались ожесточенные бои Между шестью советскими армиями Состава Калининского и Западного фронтов И девятой армией Генерал-полковника Вальтера Моделя Первым числом декабря 1942 года Потери советских войск Участвовавших в операции Марс Стали приближаться к отметке В сто тысяч бойцов и командиров Остатки шестого танкового корпуса Полковника Армана Которые попали в окружение В конце ноября 1942 года Сумели вырваться к своим Через район Большого Кропоткина 39-я советская армия Пролюнулась вперед на пять километров Но была отброшена назад С большими потерями силами Трех дивизий Вермахта Подвижные группы 41-й армии Оказались в окружении Так как по ним нанесли удары Сильные механизированные соединения противника 11-12 декабря начался второй этап Операции Марс Который закончился так же бесславно Как и первый Начавшийся 25 ноября 1942 года К 17 декабря в окружение Попал первый механизированный корпус Генерала Соломатина Который вырвался обратно к своим С большими потерями По сути к концу декабря Января 1942 года Марс захлебнулся Только войска 3-й ударной армии Генерала Галецкого Сумели окружить в Великих Луках Немецкий гарнизон Однако разгромить его И пленить они смогли Только в середине следующего месяца Января 1943 года По сути своей Это был единственный частный успех Которого удалось добиться В ходе операции Марс Уже в 90-е годы Родилась красивая версия О том, что Марс на самом деле Был всего лишь Отвлекающим маневром Операцией, которая должна была Отвлечь внимание Германского командования От ситуации под Сталинградом Однако, если мы учтем Что среднесуточные потери Жукова в ходе операции Марс Составляли 10 тысяч Человек убитыми, ранеными, Обожженными, контуженными И пленными То зададимся вопросом Не слишком ли это Несоразмерная цена? В Китае Единый антияпонский фронт Существовал только на словах О каком объединении Можно было говорить Если самым популярным Лозунгом Мао Цзэдуна Был Чан Гай Сы Что значило Чан Кай Ши должен умереть Но Великобритания и США Делали ставку На гаминдановский Китай Чан Кай Ши После потери Бирманской дороги Поставки необходимого Военного снаряжения Для гаминдановской армии Затормозились А без этой помощи Чан Кай Ши Не мог действовать В полную силу 17 декабря По приказу генерала Уэйвела Британские войска Начали наступление В Бирме Целью захвата Прибрежного Араканского района Индийская 14-я дивизия Двигалась очень медленно Господство в воздухе Принадлежало японцам А Чан Кай Ши Отказался участвовать В этом наступлении Севера 26 декабря 26 декабря Император Японии Хирохита Издал рескрипт В котором говорилось Император Обеспокоен Большими трудностями Военного положения Темнота Очень глубокая Но рассвет Готовится встать На небосклоне Сегодня Собраны лучшие части Армии, флота И авиации Раньше или позже Они двинутся На Соломоновые острова Где происходит Решающая битва Между Японией И Америкой Трудно переоценить Тот вклад Который внесли В конечную победу Американские Британские Дешифровщики Секретных Германских И японских Кодов К концу 42-го года Англичане читали Все без исключения Радиограммы Германских Военно-воздушных сил И флота Несколько Талантливых людей С математическим Складом ума Заменяли собой Целые армии Эскадры Ведущие бои Германские Подводные лодки Каждым включением Своих радиостанций Обнаруживали Своё место В море И цели Британские Американские Конвои Обходили Эти места Расположения Подводных лодок И лодки Денниса Оставались Ни с чем На Тихом океане Американское командование Знало Секретные планы Японцев Потому что Тоже давно Читало Их коны Приведу Всего лишь Один пример Из декабря 42-го года Японское командование Решило направить На остров Гуадалканал Подводную лодку Американцы узнали Что 9 декабря Эта подводная лодка Будет находиться Северо-восточнее Гуадалканала В известном им квадрате Этот квадрат Был забросан Глубинными бомбами И подводная лодка Уничтожена В войне умов Союзники Имели явное превосходство Над странами Оси 31 декабря В японской ставке При участии Императора Хирохита Прошло совещание На котором Было принято Два важнейших решения Первое Прекратить наступление В юго-западной части Тихого океана Второе Оставить остров Гуадалканал В конце года 1942 Японские военные Руководители Осознали Невозможность Победить Соединенные Штаты Америки Страна Восходящего солнца Переходила К стратегической обороне На дальних подступах К японским островам Президент Рузвельт Заявил Что в декабре Соединенные Штаты Произвели 5500 самолетов Германская разведка Доложила Об этом Гитлеру Фюрер Просто закипел От негодования И запретил Своему штабу Употреблять Эту глупую Пропаганду Врага Всего В 1942 Году США Произвели 47836 Самолетов Германия 15288 Советский Союз 25436 Великобритания 23672 Япония 8861 Самолет Две говорящие цифры Германия В течение 42-го года Выпустила 5056 Танков А Советский Союз 24500 Из них Около 5000 Т-34 И в заключении Две коротких Откровенных Цитаты Признания Наших Недолгих Союзников Генерал Джордж Маршал Мы до сих пор Не осознали На какой тонкой нитке Висела судьба Объединенных Наций В 1942 Году Насколько были Близки Германия Япония К установлению Мирового Господства И мы должны Признать Что американская Оппозиция В то время Не делает нам Чести Государственный Секретарь США Кордл Хел Только героическое Сопротивление Советского Союза Спасло союзников От позорного Сепаратного мира С Германией Это сепаратное Соглашение Открыло бы дверь Для следующей Тридцатилетней Войны Вот видите Когда только Сто метров Отделяла Вермахт От Волги В Сталинграде Наших союзников Тонкая нить Отделяла От сепаратного Мира Тяжелейший В истории Советской России Год заканчивался Год испытаний Год крови Пота Бед Катастроф Потерь Но выдержали Но выстояли Но выжили А те, кто выжил В этом бесконечном году Обрели уверенности В будущем И в себе В новогоднюю ночь На 43-й год Уже как откровение Коллективное сознание Народа ощутило Что начало Долгого пути К победе Пройдено Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok